МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Для медицинского учреждения с одной стороны срок не такой большой, 9 лет, но тем не менее путь, я думаю, пройден значительный. Что удалось сделать, как развить медицинское учреждение за эти годы? Конечно, 9 лет он небольшой срок по времени, но то, что удалось сделать за 9 лет, это, конечно, дорогого стоит. Но в первую очередь, конечно, мы пролечили 55 тысяч пациентов. Это большое количество. Половина из них – это жители Алтайского края. В основном, и основная масса, и подход к лечению этих пациентов – это высокотехнологичная операция, дорогостоящая операция, это операция с применением современнейших технологий обследования пациентов, подготовки его к операции и проведение самой операции по, ну, к примеру, одной из таких распространенных – это эндопротезирование, замена суставов. Это операции на позвоночнике, это детство, это врожденная патология. Вот такой спектр операций было проведено в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Вы сказали, что около половины пациентов пролеченных – это жители Алтайского края, другие, очевидно, приезжают из других регионов. Какая география приезда пациентов в ваш центр? В федеральный центр, он и потому и называется федеральный, у нас жители Российской Федерации. Также приезжают пациенты из Казахстана, Узбекистана и других государств на оперативное лечение. Ну, основная география, 50% – это Сибирский федеральный округ, 30% – Дальневосточный федеральный округ и 20% – Центральный федеральный округ. Вот такая география в Федеральном центре травматологии. То, что за Уралом, то у нас. То есть география обширная и даже из других государств приезжают. Очевидно, у них такого уровня медицинской помощи нельзя получить. Ну, по части патологии это действительно так, особенно первично сложные случаи по эндопротезированию, ревизионные случаи – это лечение пациентов с перепротезной инфекцией, серьезная врожденная патология у ребятишек. Вот эти пациенты из других государств приезжают к нам для проведения высокотехнологичной медицинской помощи. Минувший 2020 год был ковидным, был омрачен пандемией коронавируса. И для всех он выдался сложным. В первую очередь, конечно, для сферы здравоохранения. И я знаю, что федеральный центр в Барнауле тоже был перепрофилирован под оказание помощи ковидным пациентам. Как сейчас восстанавливаете профильную работу? Сложно ли дался этот период? Да, конечно, как и во всем здравоохранении Российской Федерации, это не миновало и федеральный центр. Пандемия, она на самом деле и сегодня еще довольно-таки в сложной ситуации находится и население, и все федеральные структуры, и субъектовые. Мы сегодня знаем с вами о том, что рост определенный идет, заболеваемость. Я вообще хочу всех призвать, как можно быстрее получить прививку. Я, кстати, это уже сделал. Вот я в пример вас ставлю. Потому что сегодня это, в общем-то, защита, это обезопасит вообще лечебные учреждения. И мы сможем полноценно дальше жить. Поэтому призываю все, все население Алтайского края и Российской Федерации пройти вакцинацию. Но 2020 год, конечно, для нас он был сложным. Мы на тот период времени, когда в первой городской больнице была вспышка коронавирусной инфекции, мы работали по экстренной травматологии, ортопедии. Потом по обращению губернатора Алтайского края, Томенко Виктор Петрович, министру здравоохранения Российской Федерации. Федеральный центр был перепрофилирован. И мы целый квартал работали как ковидный госпиталь. К нам наставляли наиболее сложных пациентов. Так как это федеральная структура, мы обеспечены, каждая койка была обеспечена кислородом. Есть наркозно-дыхательное оборудование. Выходили сложно из этой темы. Во-первых, пациенты, которые... Ну, сейчас могу одно сказать. Когда мы переводили нас в коронавирусную инфекцию, был перепрофилирован центр. Вот мы... Задача такая стояла. Мы же пациентам отказали в оказании помощи. То есть очередь какая-то формировалась. Да, эта очередь, она продлилась сегодня. Мы констатируем уже этот факт. Тот четвертый квартал 2020 года эти пациенты... Практически все уже прооперированы. Не прооперированы те, у которых на сегодняшний день есть противопоказания. То есть вся эта отсроченная очередь уже практически полностью вся закончилась. 2020 года, четвертый квартал 2020 года. Сегодня мы вышли на проектную мощность нашу. Мы в день работаем очень интенсивно. Мы в день делаем от 50 до 70 операций высокотехнологичных по разным профилям. Поэтому будем стараться оказать помощь всем пациентам, которые у нас находятся в листе ожидания в 2021 году. Тем более, насколько я знаю, вы нарастили операционные, то есть мощности по оказанию помощи пациентам. Вот расскажите об этом подробнее чуть-чуть. Да, к сожалению, коронавирус нам не дал возможности вот открыть эти операционные в 2020 году. Но в 2021 году у нас полную мощность работает на сегодняшний день уже не 5 операционных, а 7 операционных. Вот это позволяет нам больше делать операций. В совместности, совместно программа разработана, и мы работаем с территорией здоровья, это реабилитация пациентов. Мы раньше их переводим туда для того, чтобы освободить койку для следующего пациента. Очень хорошая технология. Этот тандем положительно влияет, и пациенты реабилитированные уже уезжают в свою территорию домой. В федеральном центре занимаются не только непосредственно оказанием помощи пациентам, но и научной и образовательной деятельностью. Вот об этом расскажите еще. Да, мы в 2019 году начали вот эту работу. Нам, мы изменили, во-первых, устав федерального центра. Мы прошли процедуру лицензирования и запустили образовательную деятельность от федерального центра травматологии и ортопедии по разным направлениям. Это, опять же, эндопротезирование, артроскопия, это вертебрология. В 2020 году нам удалось открыть кафедру травматологии и ортопедии, и федеральный центр объединил и научные направления, кафедру травматологии и ортопедии в вертебрологии, и практические вещи в учебно-методическом отделе федерального центра. Сегодня к нам приезжают на обучение специалисты, травматологи, ортопедии и нейрохирургии Российской Федерации из разных городов. Мы готовим и комплексные программы и хирургов, и операционных сестер, и анестезиологов. То есть это не только студенты, но и действующие специалисты. Да, мы занимаемся активно постдипломным образованием именно по теме травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Владимир Алексеевич, время нашей программы постепенно подходит к концу. Давайте, наверное, ваших коллег поздравим с профессиональным праздником, который совсем скоро нас ждет. Уважаемые коллеги, не только сотрудники Федерального центра травматологии и ортопедии, а коллеги, доктора, средние медицинские работники, медсестры, операционные сестры, рентген-лаборанты, сестрички, санитарочки. От всей души примите поздравления с Днем медицинского работника. Хотел бы пожелать, чтобы вы были счастливы. А счастлив человек тогда, когда он идет с удовольствием на работу и еще с не менее удовольствием бежит домой. Благополучия вам в семьях. Я бы хотел пожелать, чтобы у вас были у всех достойные заработные платы, чтобы мы победили коронавирусную инфекцию, все работали по профилю. Счастья вам! Владимир Алексеевич, спасибо за искреннее поздравление. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До встречи в эфире телеканала Катунь-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова